Благодарю, Лариса, за сегодняшний наш, за сегодняшнее наше собеседование, можно так сказать. Да я бы даже это не назвала собеседованием, это просто была беседа от души. Разобралась в себе, поняла многие вопросы. Был очень приятный бонус в конце. Думаю, что я этим бонусом буду еще долго пользоваться. Конечно, очень было приятно ощутить себя на одной волне с тобой, потому что во многих... Вопросах мы пересекались и, видимо, читали одинаковые книги, может, где-то прорабатывали в себе что-то одинаковые, да, какие-то вопросы были. Конечно, над некоторыми вопросами еще я должна поработать, я буду разбираться дальше. Очень благодарна, что ты мне подсказываешь, какие книги почитать, в чем надо разобраться, на что обратить внимание и в каких аспектах что-то подтянуть, подработать, какие привычки внедрить. В общем, очень много полезного взяла для себя сегодняшней нашей беседы. Я думаю, что такие встречи полезны для любой женщины. Даже если вы считаете себя супер-женщиной, стоит пообщаться и принять эту информацию для себя. Благодарю. Я тебя тоже благодарю. Скажи, пожалуйста, какой конкретный вывод ты... Для начала, что сложное было в нашей сегодня консультации? Что было сложным? Может, рано утром проснуться? Сложно? Нет, не рано утром проснуться точно. Но я встала в 6 часов утра. Сложно, наверное, было все-таки самой себе задавать вопросы. Сложно, наверное, было искать свои слабые стороны. Сложно было самой себе задание давать. А что легко или что ты уже знала? Легко было то, что мы уже во многих вопросах понимаем друг друга. Легче было найти общий язык, так скажем. Легко было понять друг друга. В том плане, что в чем-то мы пересекаемся. Даже что-то в прошлое было, и у тебя, и у меня не очень приятные моменты. Да, тоже в вашей обществе. То есть, ну, всегда легче с коучем общаться, когда на одной волне, и понимаешь друг друга. Как это сказать? Когда есть что-то общее. А мы не только с одного города, но у нас еще и в прошлом были немножко одинаковые ситуации. Какой вывод ты сделала в итоге, после нашей консультации? Получил ты вообще то, что ты хотела, вот скажем так. Ты же шла сюда с какой-то определенной целью. Да, я получила то, что я хотела. Ну, и больше того, я получила еще много дополнительной информации, которую буду прорабатывать в себе. И очень рада, что мы еще будем в дальнейшем сотрудничать, потому что ты же будешь контролировать процесс моего изменения в жизни. Да, я буду неделю ждать от тебя все задания, которые я тебе дала, и смотреть, и буду тебя контролировать. Но потом, я думаю, что ты сама себя начнешь контролировать. Так. И последний вопрос, который я хотела тебя спросить. Медитация, она лишняя была в нашей консультации? Это потерянное время было, 24 минуты? Это было очень классно, это было очень необычно. Я, конечно, проходила медитацию уже на не такого уровня. Это была очень мощная перезагрузка, я бы сказала, такая у меня с собой. Я думаю, что буду еще эту медитацию делать, не думаю, а точно буду. И лучше, конечно, два раза в день, потому что, если хочешь быстрых изменений, это надо внедрять в себя и на молекулярном уровне. Лучше один раз делай, потому что иначе, ну, у тебя же тоже есть свои другие дела, работы. Поэтому, как говорится, надо на все уделять по чуть-чуть времени, скажем так. Тогда я тебя благодарю, хорошего тебе рабочего дня. Этот отзыв ты мне разрешаешь выложить в YouTube, ВКонтакте. Подписывайся, кстати, на меня на YouTube и в Instagram, если у тебя есть. Все, благодарю, мы на связи целую неделю. Хорошо. Да, мы на связи целую неделю. Все, давай, хорошего тебе дня и побед. Нет, вечером жду твоего дня и успеха. Хорошо. Давай. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.